В январе этого года Николай и две его собаки потеряли самого опытного товарища по охоте. Пес сам стал добычей волков, которые в поисках пищи подошли к самому дому. Минувшей зимой такие происшествия в Апарино сначала шокировали весь посёлок, потом стали звучать всё чаще и чаще по всему району. Холодное и сырое лето оставило хищников без корма, так как основная часть молодняка многих видов животных погибла. Лёгкой добычей для голодных волков стали собаки. После дерзких нападений волков в Апаринском районе несколько раз устраивали облаву. Помогали в том числе и те, кто традиционно охотится на копытных или пернатую дичь. Тех же, кто охотится на волка в районе единицы. Добыть хищника с острым чутьём, умом и большой физической силой – тяжёлый труд. Эти флажки вот примерно так на уровне сантиметров 70 от земли, и ешь и цепляшь. Вот на каждой катушке примерно километра по два их получается у нас. Таких четыре катушки, с лишним даже два километра. Вот и всё это надо смотать, потом размотать, потом это всё высушить, чтобы завоняло на чем-нибудь. Работы хватает. За год в Апаринском районе охотники добыли 10 волков. С прошлой осени за каждого хищника охотнику полагается стимулирующая выплата из районного бюджета – по одной тысяче рублей. В других районах пока даже такой выплаты не предусмотрено. На региональном уровне в качестве бонуса за добытых волков охотникам предлагают на льготных условиях получить разрешение на добычу лося, кабана и медведя. В проблемных районах разрешена охота на волков круглый год, в том числе с применением автотранспортных средств и капканов, использование которых при спортивной любительской охоте запрещено. У нас и охотниками области проделана немалая работа. На сегодня уже добыто 214 волков в области. Для сравнения, в прошлом году было в аналогичном периоде добыто 150. То есть мы видим, что значительно больше волков добыто в этом году и еще охота на них продолжается. По словам охотников, предстоящая зима, скорее всего, после теплого лета для северных районов будет спокойнее предыдущей. Общая численность волков в области остается стабильной – около 500 особей. И все же, как пояснили в региональном ведомстве, северные, лесные и малонаселенные места привлекательны для волков. Поэтому, хоть и редко, но они будут наведываться в населенные пункты. Ольга Чанцева, Андрей Новиков, Вести, Кировская область. Ольга Чанцева, Андрей Новиков, Вести.